Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net, задание 1163. Начертим треугольник АВС и начертим вектор ММ1 так, чтобы он был не параллелен ни одной из сторон треугольника. Ну вот так. И еще начертим вектор А, который параллелен стороне АС. И нам нужно построить треугольник А1В1С1, который получен из треугольника АВС параллельным переносом в пункте А на вектор ММ1. Параллельным переносом называется такое отображение плоскости на себя, при котором точки А ставятся в соответствии точке А1, если вектор АА1 равен вектору ММ1. И так для каждой точки плоскости. Тогда построим отображение для точки А. От точки А отложим вектор, равный вектору ММ1. То есть мы проведем параллельную прямую через точку А, прямую параллельную вектору ММ1. И на этой прямой отложим отрезок, равный по длине вектора ММ1. Получим вектор АА1. По построению вектор АА1 равен вектору ММ1. Значит, точка А1 – это отображение точки А при параллельном переносе. Точно так же мы построим отображение для точки В. Для этого отложим от точки В вектор, равный вектору ММ1. Получим точку В1. Вектор ВВ1 по построению равен вектору ММ1. И теперь от точки С отложим вектор ММ1. Получим точку С1, вектор СС1, по построению равен вектору ММ1. Таким образом, точки А1, В1, С1 получены перед параллельным переносом на вектор ММ1. Теперь соединим эти точки и получим треугольник А1, В1, С1. Треугольник АВС в результате параллельного переноса отобразился на треугольник А1, В1, С1. Пункт В. В пункте В нам нужно получить треугольник А1, В1, С1 при параллельном переносе на вектор А. Тогда мы от точки А отложим вектор, равный вектору А. И получим конец этого вектора, точку А1. Таким образом, мы построили вектор АА1, который равен вектору А. И получили отображение точки А, точку А1. Точно так же мы от точки В отложим вектор, равный вектору А. Получим точку В1. Вектор В1 мы построили, равным вектору А. И от точки С отложим вектор, равный вектору А. Вектор СС1, вот точка С1, равен по построению вектору А. Таким образом, мы получили точки А1, В1, С1, являющимися отображениями точек АВС, полученными при параллельном переносе. Соединим эти точки и получим искомый треугольник А1, В1, С1, который получен путем параллельного переноса на вектор А треугольника АВС. Треугольник вы получили А1, В1, С1. Задания выполнены. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.